Мужчина погиб в результате ДТП в Итигорском районе. Авария произошла в пятницу на 332-м километре трассы А119. По предварительной версии, 50-летний мужчина на автомобиле Ниссан выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ. В результате ДТП водитель Ниссана скончался на месте. Травмы получили водитель автомобиля КамАЗ и пассажирка автомобиля Ниссан. Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Подросток погиб при пожаре в Грязовецком районе. По данным УЧС, происшествие произошло в поселке Таежный на улице Молодежной. Загорелся двухквартирный жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели ребенка, а также причины, по которым произошел пожар. Мужчина утонул в Белозерском районе. Происшествие на воде зарегистрировано в субботу. Оно произошло на озере Азатское вблизи деревни Яковлева. Как рассказали в МЧС, перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один мужчина выплыл, второй утонул. В Соколе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на точку микрозайма. В дежурную часть поступило сообщение, что около 18.30 на базарной площади совершено разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил у женщины 30 тысяч рублей, после чего связал ей руки и ноги скотчем. Затем он запер женщину в помещении и скрылся. Преследование к месту событий патрульные получили по рации приметы нападавшего. На перекрестке Кирова и советской полицейские заметили мужчину, схожего по ориентировке. Он распивал алкогольные напитки у магазина. Налетчика опознала потерпевшая и свидетели, заметившие, как он выходил из помещения организации. Подозреваемым в совершении разбоя оказался ранее судимый за тяжкое преступление. В настоящее время он помещен в ИВС, решается вопрос об избрании меры пресечения. Редактор субтитров А.Семкин